Что касается дорожных фондов, то и мне, и губернаторам позиция правительства известна, да и Антон Германович уже об этом высказался. Между тем, все-таки и руководителям регионов, и даже широкой общественности, ведь неясно, сколько в бюджет, в доходную часть бюджета поступает средств от отрасли и от эксплуатации дорог, и всего, что с этим связано, в том числе даже от рекламы вдоль дорог, и сколько расходуется на эти средства. Все это погружается, перемешивается, и вот мы ведь не случайно услышали сегодня вопрос, кого? Заместителя министра экономического развития. И странно, что этот вопрос был сформулирован именно им. Мы не знаем, много это или мало, мы тратим сегодня денег на дороге. А вот если бы узнали точно, сколько поступает, или хотя бы приблизительно, тогда можно было бы сориентироваться и сказать, что да, мы все, что поступает, тратим на эту отрасль, плюс еще добавляем. А сейчас вы даже нам этого сказать не можете. Это-то можно хотя бы посчитать? Можно. Вот подумайте тоже над тем, как это сделать. Не думаю, что это непреодолимая какая-то задача. И тогда будет примерно понятно. Наряду с решением вопроса о справедливом распределении этих средств, так, с решением вопроса о новых технологиях, о строительной технике современной, о промышленности строительных материалов. Вот наряду со всем этим, наверное, тогда и можно будет считать, что у нас будет сформировано правильное понимание того, какими темпами и в каком направлении мы должны двигаться, чтобы решить эту основную для нас всех, одну из основных для нас всех задач. Мы много раз с вами говорили о приоритетах в экономике в целом. И, безусловно, одним из главных приоритетов является диверсификация нашей экономики, придание инновационного характера. В социальной сфере это, мы с вами определили, это здравоохранение, образование, демография, жилищное строительство. И желательно, чтобы оно было доступным для рядового российского гражданина. Но, не переставая, идут споры о том, куда вкладывать увеличивающиеся у нас ресурсы, в том числе финансовые ресурсы, без всяких сомнений. Если и вкладывать, то одна из приоритетных сфер – это инфраструктура. Это дороги, порты, аэропорты, связь. И дороги, как вы видите, я поставил на первое место, потому что для такой страны, как наша, это задача первостепенного значения. Я бы хотел обратить внимание на то, что проект перечня поручений, в принципе, думаю, устраивает всех. Он будет доработан, сформулирован. Я вручаю правительству и министерству не до 30 марта 2007 года, а до 1 марта 2007 года, когда все праздники пройдут, еще месячишко поработаете. И нужно внести этот закон в Государственную Думу. Вот все остальное мы с вами обговорили. И надеюсь, что рабочая группа, которая сформулировала основные принципы работы в этой сфере, она продолжит работу по сопровождению, подготовке проекта этого закона и дальше будет работать на постоянной основе. Спасибо большое. Спасибо.